МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Местами в горах ночью от плюс 6 до плюс 11. Днем потеплеет до 22. Пожароопасно. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 18. Ночью будет 17 тепла, днем плюс 30 градусов. В этом году исполняется 80 лет Карачаево-Черкесскому государственному университету имени Умара Алиева. Этот вуз всегда был и есть Центром Духовного мира Республики. И сегодня гость нашей программы – преподаватель, чей педагогический стаж составляет 45 лет. Это преподаватель истории русской литературы из Института филологии Светлана Сакиева. С ней в нашей студии в эти минуты встретилась моя соведущая, была Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Светлана Муссовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить вас с таким событием, как 80-летие вашего вуза Карачаево-Черкесского государственного университета. Спасибо. Ваш вуз, а в частности ваш институт филологии, в котором, кстати, вы преподаете уже более 45 лет, всегда являлся и является Центром Духовного мира Карачаева-Черкесии. Это, наверное, не будет ошибкой. Хотелось бы услышать, узнать ваш личный взгляд, ваш собственный взгляд на состояние института сегодня. И небольшой экскурс в историю. Я думаю, что 80-летие нашего вуза – это знаменательная дата не только для самого вуза, но и для всей Карачаевой-Черкесии. Как вы правильно заметили, это центр духовной культуры, которая так нам необходима в наше время. И институт филологии – один из старейших. В вузе было всего два – физико-математические, филологические. С них вуз начинался. Поэтому, когда мы говорим о филологии, мы, конечно, вспомним с благодарностью тех, кто начинал этот путь. Это Асиат Караева, это Лила Бубикировна Бикизова, это Хызыр Хаджибикирович Хапсироков, это Владимир Бадахович Тугов, Магомед Ахьяевич Хубиев. Я говорю сейчас о кафедре литературы, потому что сама там работаю. И национальные кафедры тоже можно вспомнить, потому что именно там стали создаваться первые учебники, словари, первые истории литератур – черкесской, абазинской, карачаевской. Мы продолжаем эту работу, но вспомнить какие-то имена, конечно, хотелось бы. Вот тех, кого я назвала, и тех, кого, может быть, не назвала, не успела сказать. Но мы всегда оглядываемся назад, потому что мне всегда вспоминаются слова Анны Ахматовой. Она говорила, что в прошлом зреет грядущее. И вот действительно, их юбилеи тоже проходят, приближаются, мы с удовольствием будем их отмечать. И в то же время намечаем перспективу, вот отталкиваемся от этого опыта и пытаемся продолжить этот путь. Потому что, конечно, все меняется. Сейчас другая страна, другое отношение к литературе, к слову. И мы тоже работаем вместе со страной, как бы стараемся шагать в ногу. Например, вот сегодня у нас пришла молодая профессиональная команда других преподавателей, заведующая кафедрой Марии Захысаевны Чучаева. Такое привлекательное имя, профессионал, современномыслящий работник. Ее научная деятельность привлекает к нам и к нашим проблемам. Многих, кто участвует в наших конференциях, грантах, кто приезжает к нам работать. А перспективы развития какие вы видите? Перспективы? Ну, нужно выдерживать удар. Пускай сейчас не так модны филологические профессии, но это фундамент всех знаний. И мы должны искать какие-то новые пути, соединяя, может быть, вещи, которые раньше не соединялись. У нас иногда получается, иногда не получается, но мы стараемся быть тоже на волне современных требований. Да, читают меньше, но читают. Ну что же, мне остается поблагодарить вас за участие в нашей программе. Конечно, я желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. И вам большое спасибо. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11.45 с ведущей Аллой Динаевой. Хороших выходных. До встречи в эфире. Лови. 91.2. Наша волна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok